15 августа в 9 раз был дан старт крупнейшему форуму педагогического опыта и передовых образовательных технологий. Международный фестиваль школьных учителей традиционно проходит в Елабужском институте Казанского федерального университета. Сегодня в этом зале собрались самые неравнодушные люди, которые в общем-то как раз этот прогресс и двигают. Научить всему можно, когда знаешь сам, когда владеешь соответствующими методиками. Задача участника фестиваля обсудить цифровизацию образования, а главная тема форума – цифровое поколение России. Тема сегодняшнего 9 фестиваля, как нам кажется, очень актуальная – цифровое поколение России. В рамках фестиваля мы будем рассматривать очень много вопросов, связанных и цифровым образованием, и вопросами развития нашего цифрового поколения, в том числе детей дошкольного возраста и школьного возраста. Мы подключим к разговору обязательно родительское сообщество, потому что это тоже очень важно. В первый день фестиваля была открыта площадка, посвященная технологиям цифровой школы. Казанский федеральный университет показал, как может измениться учеба, если добавить разработки ученых. VR-шлемы и лего-роботы могут изменить привычную школу и упростить жизнь учителям. Университет уже имеет опыт использования цифровых технологий в образовательном процессе. В рамках фестиваля состоялась презентация студии цифрового образования, но стремясь за новыми технологиями не стоит забывать о важности и роли учителя. Во время фестиваля было отмечено, что профессия учителя будет востребована и завтра, и послезавтра, поскольку каждый из нас хочет получить и образование, поэтому школы, я думаю, будут всегда. Другое, как эти школы будут выглядеть, насколько вопросы с виртуализацией будут присутствовать в школе, и как будут учиться, и чему будут учиться, наши дети, наверное, будут меняться в зависимости от тех вызовов, которые будут появляться. Оживленная дискуссия, мастер-классы и круглые столы. Три дня в Елабуге будут очень насыщенными. Уже в первый день провели 20 занятий, на которых педагоги поделили своим опытом. Но работа фестиваля закончится только 17 августа. Олег Ашин, Денис Сипаилов, Универньюс.